Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, это игра Майнкрафт. И это 13 выпуск, если я не ошибаюсь, по отчетам, отчетам со стримов, которые я провожу на Твиче и на Ютубе по игре Майнкрафт на наших серверах nilfgard.ru. А если быть точнее, nilfgard.ru это сайт, на котором вы можете зайти, ссылочка в описании, скачать наш лаунчер, зарегистрироваться и поиграть на одном из наших серверов, пока их два, надеюсь, со временем появится больше и намного интереснее. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк, и нажимайте на колокольчик, когда подписались, тогда вам будут приходить уведомления о новых видео. Ну а каждый ваш лайк стимулирует меня к новым видео, ну и, конечно же, к новым играм. Немножечко пару слов буквально на другую тему о том, что я люблю Майнкрафт, ребят, да, я люблю Майнкрафт, я вообще свой канал начинал с Майнкрафта. И когда люди ко мне приходят на стримы или в комментариях пишут, фу, Майнкрафт, типа, ну, ребят, вы серьезно? Как можно говорить вообще про любую игру? Фу, какая-то игра. Каждая игра, она находит своих игроков. Каждая игра тем или иным выделяется перед другими играми. И здесь вообще сложно как-то говорить, кому, фу, почему, как говорится, почему. Ну ладно, это уже мнение каждого. Я, ребят, Майнкрафт люблю, люблю его за разнообразие в Майнкрафте. Потому что вот сколько существует Майнкрафт, благодаря модам, которые есть в Майнкрафте, игра постоянно меняется. Постоянно что-то добавляется, постоянно магические моды, индустриальные. Все это добавляет всяческий интерес к игре и очень всегда интересно разбираться с этими модами. Да, я не говорю о ванильном Майнкрафте. В ванильный Майнкрафт я, наверное, играл только в самом-самом начале, когда познакомился с Майнкрафтом. И тогда только немножечко поиграл, а потом я только играл с модами. И до сих пор играю. Да, иногда забиваю, иногда возвращаюсь. Но все-таки, ребят, Майнкрафт великолепная песочница с огромным количеством возможностей. Потому что эти возможности добавляются модами. А этих модов, ну, просто тысячи. С моего последнего отчета, в принципе, мы сделали вот этот мост, реку, кузницу. Все это функционирует, все это работает. Потом на одном из стримов я подключил водяные колеса, которые начали питать нас энергией. Вот энергия уходит вот туда, как видите. Вот здесь вот идет подключение. То есть здесь нормальный деланный проход. Как видите, все подключено. Все проводами из Emersive Engineering подключено. Также проводочка идет, 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 выходит и уходит, конечно же, по мосту вот туда вот. Это все очень круто и очень-очень довольно-таки интересно. Очень интересно, да потому что Emersive Engineering Mod, он, я бы сказал, потрясающий. Он очень интересно сделан. В нем очень интересно разбираться. Хоть я это делаю очень-очень медленно, но все-таки. Ну и пошло на следующих стримах очень многое производиться. Во-первых, на одном из стримов я построил вот это вот огромное здание, вот эту вот площадочку, да, к зданию. То есть, как видите, оно такое довольно-таки большое. Внутри него будет находиться моя ферма на специальных приборах, имеющихся в Emersive Engineering, которые будут выращивать всю еду, которая здесь будет. И в дальнейшем я автокрафт вообще еды хотел бы сделать чисто просто для себя. Будут вот такие вот приборчики стоять, в которых вот будут вот таким вот образом расти растения. Кстати, вот здесь вот, ну ладно, здесь вода кончилась, все нормально. Так и должно, так и задумано. И благодаря этим приборчикам получится сделать автоматизацию. Мы посмотрим, как это получится, это будет вот очень интересно. Здание довольно-таки интересно получилось, да и постройка самого здания тоже заняла довольно-таки приличное время, хоть я его и копировал. Ну вот в таком размере. Он наполовину прилегает как бы к скале, да, то есть наполовину оно выходит в эту сторону. И вот здесь вот я попытался сделать такие, знаете, как бы, так как это ферма, да, то есть по добыче, ну, по, хоть и автоматической, но все-таки добыче еды, то здесь как бы вот такие фермерские поля. Это все было сделано в креативе, сразу говорю, потому что иначе, иначе, так как я стримлю Майнкрафт не каждый день, да, то есть я разные игры стримлю, то мне приходится как-то ускорять процесс, так скажем. И вот креативом я строю, а развиваюсь я именно в выживательном режиме. Вот так вот. Это странновато, но все-таки. И я не использую там супер, там, алмазные блоки или что-то, да, то есть, но как бы факт того, что я строю именно в креативе, это факт. И вот здесь вот получились вот такие вот довольно-таки интересные поля, то есть это всего лишь просто для визуального взгляда, потому что, ну, вот даже, вот посмотрите, где-то вот с такого вот момента, да, очень визуально хорошо смотрят вот эти поля, дома, и, ну, как-то так все очень гармонично. Здесь также будет площадочка какая-нибудь, то есть здесь что-нибудь, я пока не знаю, что-нибудь здесь может, водоемчик какой-нибудь, пустим, или еще что-то. Здесь же будет у нас, я тоже пока что не знаю и не заканчиваю это здание, потому что здесь, я не знаю, будет ли второй этаж или его не будет. Вообще здесь будет в любом случае, вот где-то внизу здесь будет стога сена, да, лежать, там какие-то небольшой такой склад, да, то есть часто можно увидеть такие склады, склады там, допустим, где там инструменты какие-то хранятся, да, там мешки там с чем-нибудь и тому подобное. То есть здесь будет система крафтов, которую я тоже буду, конечно, делать на стриме. Здесь у нас будет комнатка управления, потому что всем этим тоже нужно будет управлять. Ну, и здесь снизу, скорее всего, будет отправка дальше в дальнейшее производство, ну, либо как-то посмотрим. Я еще, честно говоря, над этим не думал. Ну, здесь вот это все тоже было построено в креативе и немножко за кадром. Вот эта площадка тоже будет со временем, здесь будут посажены деревья, только будут посажены деревья фруктовые, потому что, вот, к сожалению, фруктовые деревья нам не получится делать в автоматическом режиме. И в нескольких последних стримах, по-моему, да, то есть, по-моему, в двух стримах я занимался изучением иммерсив инжиниринг, модом иммерсив инжиниринг и временно была построена вот такая вот площадка, чтобы понять этот мод, да, то есть, мне нужно изучать и, чтобы представлять, что строить, да, в дальнейшем, какие здания под этот мод строить, вот, было изучено. Что здесь было сделано? Во-первых, автоматическое производство и переработка железа, то есть, это вот, давайте, вот, я вам покажу. Я думаю, многим будет очень интересно, потому что не все, кстати, не очень много там этих... Ну, вот, давайте серебряную руду возьмем, допустим, ее переработаем. Вот сюда мы, к примеру, кладем вот так вот серебряную руду, она начинает скатываться сюда на конвейер, с конвейера начинает проходить, и здесь, как видите, не включится, потому что у нас нет электричества, а электричество у нас... Он работает или не работает? Нет, он, по-моему, и не работает, да. Он, по-моему, странно. Он вроде бы работает, а вроде бы не работает, да, это непонятно. Хотя электричество у него нет, ну ладно, в общем, видно, что не работает. Видите, 32% процесс залип. Но я знаю, как ускорить этот процесс, потому что вот здесь вот в дальнейшем, да, то есть я знаю, почему он не работает, потому что электричества нету, в дальнейшем был построен вот такой дизельный генератор. Для него было построено вот такой вот очиститель, который как раз-таки нам делает, да, дизель. Точнее, здесь он не дизель делает, или дизель, ну дизель, по-моему, только делает. Здесь же у нас делается бродильный аппарат, он делает нам как раз-таки этанол, а вот здесь вот масло выжимается из-за семечек всяческих. И это довольно-таки интересно. То есть здесь все это смешивается, получается топливо, и как раз-таки давайте запустим его. Вот он включился. Как видите, очень круто работает. Тут вот механизм разгоняется, да, то есть двигатель, все, дымок такой. Пошла зарядка на батарее, вот на эту, да, электричество понеслось, вот он заработал. Вот таким вот образом он все это превращает в пыль, перерабатывая с двойным выходом. И здесь уже в печке, которая работает от нагревательных элементов, все это переплавляется и складывается сюда. Ну, в сундучок. По сути, понятное дело, что это нужно нормальный конвейер построить, нормальную конвейерную линию. Здесь же это все построено временно. Не забывайте, видите, тут перемешку с трубами, потому что здесь масло, которое уходит вот сюда, вот уходит, видите, по трубам сюда, здесь смешивается. Также здесь отсюда идет почему-то сломанная часть. сломанная, но рабочая. Не понимаю немножечко, ну ладно. Она как бы... Окей, окей, я просто... Вот, ну, не знаю, в общем, что здесь, глюк какой-то был. Таким вот образом добываем электричество. Вот здесь вот как раз-таки жидкостный резервуар, в котором хранится топливо. То есть он набирается и производится электричество. Здесь у нас стоят накопители электричества и трансформаторы, которые переводят высокое напряжение в низкое. Также была построена вот такая вот пристройка над зданием основным. Это просто тоже декоративная пристройка. Пока что внутри я ничего не делал, потому что, ну, я не представляю, каких размеров здесь будет вот эта комната. И пока не могу сделать какие-то выводы, так скажем, из-за того. Не могу представить, в общем. И вот когда здесь я сделаю что-то, потом уже подумаю, стоит ли здесь вообще что-то внутри делать или просто сделать как декоративное здание. Вот в таком смысле. В дальнейшем, в дальнейшем, на последнем стриме, в принципе, была вот подготовка к тому, чтобы запустить вот генератор, чтобы у нас достаточного количества энергии было. И все задекорировать, да? То есть я люблю сделать, чтобы это было красиво. Плюс вот здесь вот я установил насосы. Вот два насоса стоят. Они тоже запитаны сейчас электричеством. Здесь у нас вода. И эти насосы, они вырабатывают, добывают как бы блоки воды, ну, грубо говоря, да? То есть добывают. Здесь бесконечно источник воды сделан и прокачивают их в трубы. Они пока не уведены никуда, потому что, ну, сейчас объясню. И здесь включение этих труб производится вот по Redstone сигналу из Immersive Engineering тоже. То есть здесь уже все работает, все функционирует и, в принципе, очень даже круто. Включается рычагом, в принципе, то есть, ну, но так как им качать некуда, ну, вот что-то опять, видите, заглючил страну. То, что им качать некуда, то и как бы они никуда не качают. Вообще они будут уходить вот сюда, наверное, скорее всего, в дырочку, да? Ну, как бы, и выходить... Один будет выходить, по-моему, вот здесь вот. И будет все проходить через... Через... Как бы это правильно выразиться? Через дом, что ли, да? То есть по дому будут трубы проходить. Здесь будет тоже еще одна труба выходить. И вот здесь вот будет резервуар стоять с водой, который именно будет накачиваться водой. И вот здесь вот, скорее всего, в этом углу. Либо снаружи, либо внутри, я еще подумаю, будет тоже еще один резервуар с водой стоять. И уже из этих резервуаров, да, то есть как бы будет добываться вода, из этих резервуаров уже будет вода уходить вовнутрь. Ну, то есть сюда, потому что здесь каждому вот такому вот станку, который у нас будет выращивать за электричество и за воду, конечно же, вот каждому такому станку нужна вода для производства. Ну, как раз-таки будут подключена к ним вода. И вот эти два резервуара будут питать все эти станки водой. Ну, это вот такие вот ближайшие планы. Ну, как бы, точнее, вообще план строительства, моего развития. А план строительства... Так, да, это я рассказал план развития, а сейчас план строительства расскажу. Надо вот так вот делить на две части. Так, что-то со звуком слышите, да, звука нет? Ну, ладно. Давайте его отключим пока что. А план строительства таков, что мне нужно будет построить... В первую очередь я бы хотел запустить... Как бы это... Карьер? Карьер из иммерсив инженерик. То есть, надо будет построить таких... Ну, пару зданий, где у меня будет вырабатываться электричество именно... То есть, нормально сделать производство дизеля. Постоянное. И нормальную выработку электричества на дизельных генераторах. То есть, вот именно в таком вот порядке. Сначала я сделаю очень большое количество выработки энергии, чтобы вообще об этом не беспокоиться. И потом уже буду заниматься... То есть, выработкой энергии. Под это построить здание обязательно. И уже буду заниматься добычей каких-нибудь материалов, да, карьером из иммерсив инженеринга. И, конечно же, строить вот эту переработку, добычу еды. Потому что с едой здесь постоянные проблемы. И в этом, прям, можно сказать... Как бы это сказать... Великая проблема нашего сервера, да. Ну, вот так вот назовем. И как-то вот так вот. Надеюсь, вам понравилось. Здание, конечно, еще не закончено. И, в принципе, может быть, неправильно его показывают. Но все-таки здание смотрится уже даже довольно-таки неплохо. Очень будет смотреться интересно, когда там все будет внутри функционировать. Проведены провода, да. То есть, это все будет подключено. Вот тогда это будет еще в разы интереснее. Но в данный момент пока что... Она так вот выглядит. С этой стороны я тоже пока что еще не знаю. Кстати, здесь будет либо тропинка, либо еще какое-то здание. Посмотрим. Честно, не знаю. Пока что вот... Пока так, как есть. На этом все. Заходите на наши сервера. Играйте в свое удовольствие с друзьями. 24 на 7. Сервера всегда работают. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok